3 июля министр обороны Российской Федерации доложил президенту Российской Федерации об освобождении Луганской Народной Республики. Именно тогда военные России полностью освободили Лисичанск. В честь этого события сегодня в Ульяновске проходит памятный митинг. Также освобождены и другие населенные пункты. Белая гора, Новодружевск, Малоризанцево и Белогоровка. Поставки западного оружия не могут изменить расклад военных сил на Украине и повлиять на ход проведения специальной военной операции. Это не праздник. Это просто мероприятие, которое ознаменовывает именно этот день. День освобождения Луганской области. Почему? Потому что победу мы будем праздновать, когда полностью освободим Украину. Верховный Главкоматующий принял правильное решение для того, чтобы не на нашей земле, а там уничтожать, там в логове тех, кто это все затеял. Я думаю, что все выбрано правильно, выбран правильный путь. Сегодня полным ходом идет восстановление мирной жизни на освобожденных территориях. Школы готовятся к новому учебному году. Прорабатывается вопрос о социальных выплатах гражданам. Восстанавливается система здравоохранения. Наращиваются объемы и поставки гуманитарной помощи. Луганск наш. Луганская народная республика наша. Все, ее уже не отжать. Донецк будет наш. Все, что запланировано, все будет наше. Очень приятно, приходя на это радостное место, где мы регулярно проводим митинги. Все ветераны боевых действий, все областные организации. И всегда видим людей, которые с болью в сердце и с надеждой в душе все свои, вот, всем своим утром ждут окончания этой операции. Все больше жителей Донбасса и освобожденных территорий становятся сейчас гражданами России, что дает им уверенность в будущем, что будущее с Россией навсегда. Пункты выдачи паспортов также открылись в Донецке и Луганске, а ранее в Херсоне и Мелитополе. 12 июня, в День России, губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил паспорта Российской Федерации жителям ЛНР. Я очень хотела поблагодарить всю Россию, президента России, за помощь, за солдат, которые защищали нашу Луганщину, нашу землю. Что мы теперь можем возвратиться домой. Им низкий поклон. Также хотим поблагодарить всех ульяновцев, которые тоже оказывали нам большую помощь. И в продуктах, и в вещах, и во всем. Мы приняли нас очень хорошо. На митинге в честь освобождения Луганской народной республики прозвучали слова поддержки российским военным и патриотические песни. Валентина Никонова, Геннадий Бухтояров, Улправда ТВ.